Минуты и прыжки полей Здравствуйте, я снимаю Да не орите Каменька в земле Потому что ору чуть С камерой неудобно Я примерно поснимаю, что тут есть Ну все, давай, я тебя поснимаю Если не было, что это Чтобы это было Минуты 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 Ну, поздоровайся со всеми. Да улыбайся. Устал. Красный, весь красный. Он такой. Напрыгался, наскакался на этой гипербольшой горке. Сколько? Минут, наверное, 30, да? Скакал. Пока народу не было. А потом много народу стало, уже ребятишек много. Уже там толкучка получилась, да? Не очень удобно. Мы с утра с дедом сходили на выборы, голоса свои отдали, отголосили. И дед сидит, программирует. А мы пошли гулять. Да? Всем доброе, доброе, доброе утро! Смотрите, какая замечательная погода у нас сегодня. Тихо так, не ветерочка. Солнышко, правда, ночью был дождь. Но неважно, бабе лето продолжается. Иду на работу. Вчера было воскресенье, сегодня понедельник. Вчера мы с Михайловичем, как он сказал, утром не задалось. Пока мы завтракали, мы слышали, что там трактор где-то ездит возле дома. И потом Михайлович выглянул, вот буквально, на сколько мы там завтракали? Минут 10, да, 15. И он выглянул и говорит, ой, копают не там. Копают газовщики так, подводят ко дворам с таким запасом. В общем, получается, они напротив кухни, да, они делают это, а ближе к гаражу. Вот зачем, спрашивается. Ведь все эти нагреватели, все это нужно, где ванна, где кухня, да? Обычно это возле входа дома. Или, я не знаю, поскучали бы в дом, спросили бы, где вам удобней. Нет, все делается так, чтобы мы потом дольше, больше платили за вот эти метражи проведенного газа уже к дому. Вот, в общем, он у меня пошел к ним. А они выкопали уже эту яму экскаватором. Земля-то мягкая, ее уже копали зимой. И они прям буквально за 2 минуты ее выкопали. Он говорит, ну вы что делаете? Ну сделайте напротив кухни это все. Вот окно. Пожалуйста, на него ориентируйтесь. Они говорят, нет, мы уже выкопали, хотя ничего еще не делали. Он говорит, ну закопать недолго же. Я говорит, сам закопаю. Но выкопайте мне напротив окна. Прям что же мне эти лишние метры? Зачем вы мне ближе к гаражу это сделали? Вот. Они нет, у нас план там, то и все. Он говорит, ну а по-человечачьей нельзя разве? Ну, в общем, нет. И он мне такой пришел и говорит, нахрен, не будем газ проводить. Пусть подавится. Кому надо, тот проведет. И все. Вот так. Ну, реально. И мы посмотрели, вот идем по улицам, да, и вижу, куда вкопали людям. И тоже не всегда возле кухни. Но явно, что у человека кухня, вот она, кочегарка, допустим, кухня. И вот видно невооруженным взглядом у кого где что есть. Где веранда, там рядом кухня. Мы бы даже и через веранду бы завели. А они не с противоположной стороне дома закопали всю эту тему. В общем, молодцы. А там метр, я не помню, то ли 20 тысяч стоит, то ли 13 тысяч. Лишний метр, вот каждый, за каждой, за проводку уже в дом, там вот надо будет платить, доплачивать, как бы, да. понятно им выгодно. Ну, тогда и вообще бы за три дома от нас бы выкопали, да и все. Мы бы тянули за свой счет. Вот такие пироги. А вот здесь, кстати, вижу, уже засыпали гравим. Вот улицу. Уже радует. Кстати, нам тоже обещали, что как только проведут вот так газ к домам, уже, то обязательно подсыпку сделают. Вот я не верю, если честно. Но опять же, эту подсыпку делали когда? Ровно до выборов. Торопились, прям копали, ковыряли, подсыпали, дороги разравнили, даже асфальтировали. Не знаю, не знаю. Вот иду по улице, здесь все уже сделали. А никто ничего не делает, не подсыпает и не асфальтирует. Был здесь асфальт хороший всегда. По этой улице всегда ходили. Но будем верить в лучшее. Потому что дорожку везде восстановят все дороги. И нашей лужи возле дома не будет. Иду, кстати, в ситцевом тонком-тонком платьице. Очень тепло и хорошо. Прям так, жары вот этой нет. И в то же время холода нет. Осеннего такого. А люди встречаются в куртках, в штанах, даже в шапках. Не знаю, где не холодно. Вчера Кириллка с утра к нам приехала. И мы с ним поехали. У меня был запланированный шоппинг. Хотела себе курточку купить. Такую, знаете, супер тонкую. Вот не ветровка, а с... Как она? Балонь? Балоньевая. Ну, тоненькая очень. Коротенькую такую, чтобы со штанами носить. неудобно. И мы с ним обошли фарговые центры, которые там были поближе Ткацкой. Не нашли ничего. Нашла хорошую. Все, замечательно. Ну, 6800, ребят, за короткую куртку. Нет, балоньевую. Я не готова была выкладывать. Вот, поэтому я осталась без курточки. подпись. Неудобно. Руки заняты, неудобно камеру держать. Ох, вертолет летит. Так. Вот он. Видно вам. Не знаю, я сняла или нет. Маленький Робинсон называется. У нас обычно гостей возят, на таких гостей. Ну, с москвичей имеется ввиду. Богатенький. Ну, выборы же вчера были. Вот. И я вчера просто Кириллке поразилась. Мы ходили часа два с половиной. И он выдержал. Он так терпеливо со мной ходил. Сумочку держал. Отчетки мои держал. Пока я мерила. Все, вытерпел. Молодец. Михалыч, пошел бы, я бы уже так быстро, так долго бы не ходила. Мне бы надо было быстрее, быстрее. Но ничего, купила себе джинсы и купила блузку такую красивую. Как-нибудь покажу. Немножко с Кириллкой погуляли по площади. Он там попрыгал на батутах. Растет парень, скоро уже не будет прыгать. Там высокий батут поставили. И вот. Ну, покажу вам. Мы в кафешку зашли. спрашиваю по блинку. Спрашиваю по блинку. Он говорит, я не против. Вот так мы провели вчера, воскресенье. а потом с Михалычем в огороде еще работали. Подсолнухи все вырвали. Они длинные, метра по три. И листья оборвали, шляпки оборвали. А сами вот эти стебли толстые, мы их попилили. Он прям свою эту пилу выставил и пилой вжик-вжик-вжик-вжик быстренько напилил. И в дровяник скидали. Высохнет, будет отличная дрова. О, тут мой стекновый. О, какой. Что же, ручуек? Ой. Не упасть бы. Высокий такой мостик сделали. Опа. Вот. И все, вчера банька и вечер наш закончился. Так прошли выходные. Я уже бегу обратно. Время уже пятый час. У меня еще ужин не готов. На работе сегодня пробыла долго. Так получилось. И забежала, вот купила пеленки для цыплят. потому что там уже пикает в яйца. Завтра у меня вывод. Вот. Надо будет брубер подготовить. Куда их посаживать. О. Надо же. Здесь шла сегодня утром вертолет туда летел. Я вам его показывала. Прямо вот на этом месте. А сейчас он обратно летит. Вот так. Сегодня с одним мужчиной встречалась мой партнер. и разговорились про его работу. Он говорит, ой, работы много. Мы не успеваем сегодня сюда, завтра сюда. А то есть он по республике ездит, в виски ездит, везде. Дома практически не живет. Иногда ночевать приезжает и все. Я говорю, что за работа такая? Почему так? Раньше же не было такого. А он и говорит матешинное слово оптимизация. Я думаю, всем это слово знакомо, да? и говорит, что раньше выходили было 17 человек, а теперь оставили 2. Представляете? 17 и 2. То есть все функциональные обязанности они теперь за эти 17 человек выполняют. Перевели во много функций в край, в Алтайский край Кемерово, еще там куда-то. В общем, все централизировали, вот так скажем. И получается, говорит, вообще, мы успеваем. Ну и зачем такая работа? Да? Я так ему говорю. Пенсия есть уже. Военная пенсия. Ну не знаю. Я вот так не смогла. Уже возраст не тот, чтобы вот так йо-хоу по деревням скакать. По селам дома практически не бывает. Говорит, в воскресенье, да, железная дома. Но, говорит, допустим, в 4 утра встаю в понедельник и еду в дальние деревни, в дальние села. Вот так. Это вам про оптимизацию нашу. Немножко, знаете, такой осадочек остался с разговора. Представила просто, как это человеку уже под 60 и вот так он еще мотается. Такие дела. Бегу домой. У меня, слава богу, котлетки есть замороженные. Я сейчас разогрею их и макарошки сварю или картошечку отварю, Михалочку кормлю. А так бы в просак попало бы без ужина. А на небе вот такие тучки черные. Ее мое, сегодня дождь обещали. Вот там чистое небо обычно тут идут сегодня. Как вот так больших собак таких отпускают? Я их не боюсь, но ребятишки же вот со школы идут. Я думаю, что им страшно такую собачку встретить, если она им по пояс и даже выше. О, у нас все копают. Вот такая. Сейчас дождь пойдет, а представьте, что это будет. Это будет опять дизюка. А я себе еще кроссовки не купила. Вот в этих летних хожу. не знаю, как я по грязи буду. Есть у меня еще одни летние, но они тоже такие в сеточку. Детали там есть. Ладно, ботинки обуем. говорят, что с этими дождями еще и холод придет с Урала к нам. Так что ждем холода. Пешком пробежалась. Сколько? Минут 20, наверное, быстрым шагом. Нет, не 20, полчаса. Прямо таким быстрым, быстрым, быстрым. Это сейчас уже я потихонечку уйду. Все, они там докопали. Надо будет разровнять сегодня Михалычу. Эти вот кучки они оставили земли. Надо будет их тележкой поперевозить и эту яму засыпать лужу нашу. А то опять дождь пойдет, опять будем плавать. Ладно, всем пока-пока. На сегодня все. И до встречи. Спасибо, что смотрите нас. И до встречи.